В Самаре спасли провалившегося в промойну 45-летнего мужчину. Он направлялся на правый берег Волги со стороны улицы Лесной. Мужчина провалился в воду на удаление 500 метров от левого берега. Вызов на спасательную станцию поступил в 12.38. На помощь пострадавшему выдвинулись специалисты на судне «Нептун». Мужчину вытащили из воды и передали врачам скорой медицинской помощи. Рассказали в региональной поисково-спасательной службе. На железнодорожный вокзал Самары прибыл праздничный поезд Деда Мороза. Он пробудет в городе до 17.00. Главный волшебник страны выйдет на перрон, чтобы поздравить детей в 16.40 перед отправлением поезда. В передвижной резиденции есть вагон «Приемные Деда Мороза», сказочные деревни для проведения игр, вагон-сцены и новый вагон «Кукольный театр» для проведения представлений, а также вагон-лавка с северными сувенирами. В Самарской области 4 человека погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС. В 6.32 утра в четверг поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома в городе Отрадный. Погибли две женщины, мужчина и ребенок, уточнили в ведомстве. Причина происшествия устанавливается. В Самарской области оттепель сохранится до начала следующей недели. По данным Приволжского УКМС, 22 и 23 декабря температура воздуха в губернии будет колебаться от минус 3 до 2 градусов Цельсия. Ожидаются небольшие осадки, мокрый снег и дождь с юго-восточным ветром до 12 метров в секунду. В воскресенье 24 декабря немного подморозит, до минус 5 градусов ночью. О днем прогнозируется от минус 4 до плюс 1 градуса Цельсия с небольшим снегом. Новая рабочая неделя также начнется со снегопада и слабого минуса, переходящего в плюс. В Санкт-Петербурге ввели масочный режим, который рекомендовали соблюдать жителям при проведении массовых мероприятий, сообщили в Роспотребнадзоре. Рекомендации, связанные с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и вне больничной пневмонии, отметили в ведомстве. Новые правила обозначены в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой. Однако она носит рекомендательный характер. Специалисты посоветовали горожанам придерживаться масочного режима при проведении массовых новогодних спортивных культурных мероприятий, а руководителям организации обеспечить эту возможность. Во время простуды и гриппа важно обеспечить себе сбалансированное трехразовое питание, даже несмотря на отсутствие аппетита. По мнению врачей, важно не забывать об овощах и фруктах, богатых витаминами А и С. К таким продуктам относят цитрусовый, зеленый лук, морковь, смородину. Кроме того, можно употреблять твердые сыры и нежирную рыбу. А вот жареную пищу продукты, повышающие выражение в кишечнике бобы и виноград, лучше исключить. Это же относится и к алкоголю. При этом нужно пить минимум 2 литра жидкости в день.